всем привет друзья я тут сегодня узнал что оказывается многие как я понимаю не знают про новые функции в настройках фортнайта вот с выходом новых обновлений которые добавлялись да получается с выходом 6 сезона что добавили вот люди оказывается ну серьезно кто-то еще не видел не знает может не проверяли и этот видос я решил записать именно для тех людей которые действительно не знаю не видели вот сейчас мы посмотрим с вами настройки вообще какие тут функции новые появились основные да мне просто люди написали в комментарии под последним видосом когда я вот снимал пробинк кнопок получается да то что теперь вот появился пользовательский ну появился появилась функция пользовательских настроек то что теперь можно прыжок сделать куда угодно чтобы он не был на вот этой кнопки x который на которую постоянно нужно вот палец свой перемещать большой до с прицела получается вот на этот прыжок вот я в общем записал этот видос и мне люди стали писать типа как ты сделаешь на l3 прыжок да вот вот на эту кнопку если на нее у тебя включен спринт ну ребятки для тех кто не знал спринт то у нас уже автоматически давно есть и сейчас я вам расскажу как его включить если это для тех кто не знал вот а также мне написал человек не по поводу бинда кнопок а по поводу того как в инвентаре когда ты подбираешь какой-то предмет оружие там аптечки и прочее как сделать так чтобы они у тебя автоматически падали в слоты которые тебе надо чтобы их постоянно не перемещать вот сразу ребятки скажу такой функции еще нет чтоб у тебя все именно оружие и прочее падали туда куда надо до иконки в нужные в позиции вот но есть все-таки функция которую именно расходники это аптечки бинты банки да с нур допустим он у тебя его будет автоматически перемещать в кон в конец инвентаря получается в самые правые иконки позиции вот сейчас покажу в общем как это включить давайте покажу вам все настройки честно ребятки я записываю это уже второй раз потому что блин я первый раз забыл нажать кнопку записи вот поэтому блин не сейчас сложно говорить я уже ну сейчас намного хуже сниму потому что блин у меня за язык заплетается короче вот основные функции тут вам все понятно по чувствительности это норма как бы да это вы все знаете я думаю инверсия камеры понятно вот по поводу режима прямого эфира если вы не стример то мне кажется это совершенно вам не интересно но даже просто вот так все-таки мало ли вам хочется узнать для чего это вообще функция была это для защиты от стрим снайперов для тех кто стримит у них большая аудитория вот можно включить режим прямого эфира и у вас каждый враг когда вас там пустим получается вы кого-то будете убивать или ну короче он будет игроков показывать не ники а именно трансляция там такая-то такая-то с каким-то номером вот вот это он включает такую функцию вот а с новым обновлением вроде вот с этим шестым получается сезоном появилась функция скрытое ожидание при подборе игроков или нет даже это это раньше появилась функция она получается с ожиданием в лобби до подключению катки добавляет время чтобы к вам никто не смог подключиться если у вас есть реально стрим снайперы чтобы им было сложно короче к вам подключаться и снайпить вас короче вот такие вот функции показать количество зрителей это понятно вот дальше вот самое интересное пошло ребятки спринт по умолчанию вот вот это вот самое важное спринт по умолчанию видите у меня включен это давно уже кстати функция появилась я не знаю как вы ну кто-то видимо про нее видимо не знал да то что можно просто включить вот эту функцию у вас персонаж будет всегда бегать именно всегда вот вам не нужно будет l3 нажимать если вы геймпадер да если кому-то на клаве с мышью надоело нажимать shift постоянно то ребятки просто включаете вот эту функцию она вроде по умолчанию отключена насколько я знаю вот включаете и все у вас постоянный бег будет и допустим вот на геймпаде опять же вы сможете вот здесь уже перебить себе прыжок на l3 лучше уж прыгать на эту кнопку чем постоянный бег включать и вам удобно будет сразу и целиться и прыгать вот но это в прошлом видосе я показывал насчет бинда можете посмотреть тоже в этом же пульпли плейлисте блин ребятки извините заговариваюсь это почти подкаст как бы я не записываю ролики прям там со сценариями прочее я просто записываю подкаст все рассказываю прям сразу без склея вот друзья короче спринт по умолчанию включаете и постоянно у вас будет персонаж бегать вот но также сразу вам скажу тут есть вторая функция это автоматический бег и возможно многие так и не поняли то что вот как бы есть спринт по умолчанию они думали что это вот это автоматический бег который уже ну наверное я не знаю очень очень давно уже была добавлена это когда вы два раза нажимаете на кнопку бега и все можете вообще не нажимать кнопку движения он у вас автоматически бежит персонаж многие возможно подумали что вот это спринт по умолчанию это и есть та функция но нет ребятки спринт по умолчанию автоматический бег это раз совершенно разные функции вот спринт по умолчанию он включает постоянный бег вообще чтобы у вас постоянно персонаж бегал автоматический бег это только для того чтобы вам просто ничего не делать, у вас персонаж вот просто прямо куда-то бежал, и вы только могли камерой поворачивать. Вот. Ну, при нажатии два раза на бег, соответственно. Вот, дальше. Спринт отменяет перезарядку. Ну, думаю, ребятки, тут понятно, и как бы эта функция, ну, мне лично никогда не нужна была, как бы, мне кажется, ее включать, отключать, я не знаю. Она у меня всегда была отключена, поэтому, ну, давайте даже не будем на ней заморачиваться, она ни о чем функция. Вот. Вот. Взаимодействие по нажатию позволяет включить и отключить поиск взаимодействия по нажатию. В общем, эта функция служит для того, то, что смотрите, а если она у вас выключена, то у вас подбираются предметы с зажатием кнопки. Вот, допустим, если вы геймпадер, да, на PS4 играете, вы нажимаете, зажимаете точнее квадратик, и у вас после зажатия именно подбирается предмет, да, там, вот. А если вы нет, подождите, это я что-то не то говорю. У вас, получается, не зажимать нужно, когда вы открываете сундуки. Вот, я вспомнил, блин, извините, пожалуйста, то, что так уже туплю. В общем, сундуки, они же не сразу открываются, там какое-то время проходит, кружок заполняется. Вот. Поэтому, если вы нажмете включить, получается, включите эту функцию, то вы просто один раз нажимаете на квадратик, он у вас автоматически уже с ожиданием вот это подбирает, ну, просто открывает сундук. Вот. Надеюсь, вам тоже вот это понятно, функция. Я могу сейчас в конце вам показать все это, как вообще работает. Вот. Включить-выключить прицеливание. Ну, это, думаю, понятно. Если вы включаете эту функцию, вы нажимаете L2, допустим, да, прицел, ну, или там на клаве на правую кнопку мыши, да, у вас, получается, прицел. Вы один раз нажали, он у вас все в прицеле так и стоит, целит просто. Если вы ее отключаете, то у вас нужно с зажатием именно прицел зажимать. Вот. Тут, думаю, понятно. Сбросить выбор постройки, это получается, когда вы, ну, думаю, вам тоже это понятна функция, то, что у вас заканчивается дерево, у вас автоматически переключает на кирпич, там, или на металл, допустим, да, когда у вас заканчиваются резы определенные. Вот. Тут тоже все. Я думаю, понятно. Помощь в прицеливании. Ребятки, вы заметили, что у меня тут отключено, да? Почему я отключил? Отключил я, кстати, сегодня, не поверите, но действительно, сегодня, потому что как мне показалось, помощь, она вроде как только мешает. Я не знаю. Я сегодня, когда файтился, да, играл без стрима, блин, заметил, что часто не могу попасть, особенно в близких файтах, потому что вот эта помощь в прицеливании, она мне доводит, получается, до врага, но, блин, а я еще больше поворачиваю камеру, короче, и только хуже, вот она делает, эта функция, поэтому я ее отключил, и как бы тут реально спорная очень функция, потому что многие говорят, что действительно мешает, а кому-то, ну, вот если вам все-таки вы замечаете, что вам очень помогает эта функция на геймпаде, то, ребятки, конечно, оставляйте ее. Если вы замечаете, что очень плохо целитесь, попробуйте отключить и посмотреть, как вам будет легче целиться или нет. Возможно, вообще ничего для вас не изменится, я не могу сказать, что для меня что-то изменилось, но пока что отключил, буду тестить так. Дальше, помощь в прицеливании при редактировании, это когда вы строитесь, у вас, короче, получается постройки, сами ставятся куда нужно, ну, получается, камера немного вроде как доводится. Короче, для облегчения строения, вот, в игре, я, она у меня включена, раньше была выключена, потому что кто-то говорит, что ее лучше отключить, она только хуже делает, но не знаю, я особой разницы не заметил, поэтому я ее включил, пускай как бы будет. Там вы тоже, как бы, в принципе, потестите, посмотрите, как вообще будет в песочнице, может вам поможет, может нет. Она у меня включена. Турбо строительство, это вы все знаете, что за штука, по-любому, что за функция, она уже очень давно, как бы, поэтому даже говорить, мне кажется, тут ничего не нужно. Вот. Но даже для тех, кто не знает, турбо строительство, это просто, вот, вы зажимаете кнопку какую-то, например, пол ставить, и просто бежите вперед, зажали эту кнопку, и он у вас просто ставит пол за полом, пол за полом. Вам не нужно постоянно кнопку прожимать. И так с каждой вот постройкой, там, с лестницей, с потолком и прочим. Вот. С этим все понятно, я думаю. Автоматическая смена материалов. О, ребятки, я, блин, я, короче, и я, короче, немножко затупил. Получается, сбросить выбор постройки, это у нас другое. Сброс выбранной части постройки при переходе в режим строительства. Блин, я вот, честно, даже не знаю, что это за функция. Ну, видимо, она сбрасывает у вас какую-то постройку, которую вы делали, да, постоянно. Но она у меня отключена давно вот эта функция. Поэтому она особо, мне кажется, никому не нужна. Вот. А по поводу с автоматической сменой материалов, еще раз, ребятки, извиняюсь, что так вот, блин, просто я серьезно уже второй раз записываю видео. Автоматическая смена материалов, это получается, когда вот, опять же, как я сказал, заканчивается у вас дерево, вы, ну, у вас автоматически переключают на кирпич, либо на металл. Вот, чтобы вам не заморачиваться, там ничего не переключать. Так, автоматический бег, это я все сказал, спринг по умолчанию, автоматический бег, что означает. Вот. Разрешить кроссплатформенные отряды, это получается, вот, с шестым сезоном была доставлена, ну, была включена функция новая, которая позволит вам играть с Xbox, с Nintendo Switch, да, допустим. Раньше мы с ПК, вот, как бы только могли играть, теперь Nintendo Switch, Xbox доступны, но вы можете ее на ваше усмрение, как бы, включить, отключить. Хотите только с ПК-шниками играть, если вы в отряде с ПК-шниками играете, да, на PS4, то отключайте. Вот. Если вы хотите только с ПК-шниками играть, конечно же, тоже отключите, как бы, и все. Автооткрывание дверей. Я поставил включенным, чтобы постоянно к каким-то дверям подходить, они автоматически сразу открывались, но у меня бывают некоторые проблемки с этим. Я подбегаю к какой-то двери, и он у меня автоматически начинает открывать ее, а я нажимаю кнопку при этом, потому что я еще не отвык, к этому надо привыкать, вот. И он у меня обратно ее закрывать начинает. Поэтому тут на ваше усмотрение, смотрите, либо можете включить, либо это выключить. Автоподбор оружия, это, если у вас какие-то свободные слоты есть в инвентаре, когда вы бежите, да, подходите к какому-то оружию, он у вас автоматически подбирает это оружие в свободный слот. Вот. Но у меня это отключено, как бы, функция, потому что, ну, я сам, как бы, привык уже подбирать оружие. Вот. И последнее, вот это самое важное. Размещение расходных предметов, ну, авторазмещение расходных предметов справа. Вот. Это на счет именно расходников. Банки, слюрб, бинты, аптечки. Когда вы их подбираете, у вас они автоматически падают в самые правые иконки, в самые правые позиции инвентаря. Вот. Я уже это вначале сказал, но вот еще раз. Если вы берете оружие или что-то другое, ребятки, оно будет ставиться, ну, как обычно. Вначале вот. Как у вас там оружие ставится в первую позицию, оно так и будет. Такую функцию еще, к сожалению, не включили. И там, чтобы у вас, допустим, дробовик ставился во вторую позицию, там, снайперка, допустим, в четвертую, в третью, там, или в последнюю кто-то ее ставит, да, допустим. Вот. Такой нету. Только, ребятки, по расходникам пока что. Вот функция появилась, чтобы они у вас перемещались автоматически. Такс. И вибрация. Она у меня отключена. Для геймпадеров, сейчас скажу, ребятки, советую тоже ее отключить, если у вас беспроводные геймпады, да, я не знаю, как там с Xbox'ом стоят дела, вот. Но на PS4 беспроводные геймпады, да, оригинальные. Советую отключить вибрацию, если вы долго зависаете, реально сутки напролет с Fortnite, то отключайте смело, чтобы у вас хоть немного дольше, но геймпад держался без зарядки. Вот. Я ее давно отключил, мне, в принципе, ничем не помешало. Запись повторов. Вот. Сейчас просто предположение скажу, но не уточняю ничего, ребятки. Опять же, не утверждаю. Вот. Здесь, смотрите, запись повторов для больших отрядов. Запись повторов может снизить производительность, а для их хранения требуется память. Вот, ребятки, видите, даже написано, что... И сейчас я даже это скажу скорее для ПКшников. Ребятки, возможно, это всего лишь предположение. Если у вас ПК, да, и он... Ну, мало у вас FPS. Можете попробовать отключить вот эту запись повторов. Обе вот эти записи повторов. Если вы их вообще не смотрите, они вам не нужны, вы просто играете, да. Отключите и посмотрите. Может у вас улучшится FPS, но это, опять же, говорю, вообще не точно. По умолчанию тут все включено и скорее всего, ну я так понимаю, ничего не меняется. Так что просто потестите, посмотрите, может кому-то поможет. Я всего лишь предположил, ничего не уточняю, так что не ругайте. Вот. Настройки яркости. Как бы здесь все, ребятки, мы со всеми разобрались. Думаю, я вам подробно рассказал. Извините, что так коряво рассказываю. Серьезно, второй раз у меня уже просто язык заплетается. Вот. Записываю без склеек. Чтобы все было правдоподобно, нормально, как бы. Такс. По поводу музыки. Вот. Кто не знал, скорее всего, конечно же, знали. Я сейчас Америку не открою. То, что ребятки появились вот эти вот в боевом пропуске, где вот пластинки, вот видите. Наконец-то у нас в меню теперь новая музыка. Вот сейчас, как вы слышите, новый музон играет. Вот. Раньше она у меня была на минимум вообще просто вот. Выключена была. Потому что, ну, музыка... Просто я не знаю. Надоела уже, которая была раньше в Fortnite. И она уже на протяжении стольких месяцев просто играла одно и то же. И я ее выключал, действительно. Потому что она не далась. И теперь я снова включил, потому что, ну, теперь разная музыка у тебя будет в лобби играть по... Ну, в процессе того, когда ты будешь новые пластинки открывать. Тут остальное, я думаю, по звукам все понятно. Такс. Специальные возможности. Тут немножко тоже важно. Опять же, про режим цветовой слепоты ничего сказать не могу. У меня со зрением все нормально. Поэтому, как бы, я не буду, ребятки, затрагивать этот вопрос. Но! Вот про слух, визуализация звуковых эффектов. Тут немножко важный момент. Смотрите. Если, допустим, ну, ты еще очень молод, да? У тебя родители спят. И они тебе запретили играть в Fortnite. Я сейчас не шучу. Я не угораю, ничего. Просто серьезно. Либо, допустим, у тебя нет наушников. Да? Чтобы ориентироваться по звукам нормально. Ты просто можешь включить вот эту функцию. Опять же, почему я сейчас именно про ночь сказал? То, что родители там тебе, возможно, запретили играть в Fortnite. Но ты очень хочешь, ты включил, да, все-таки? Вот. Вы можете включить эту функцию. И играть вообще просто без звука Fortnite, да? Допустим, если вам нужна тишина, как бы, но у вас наушников нет. И вы очень хотите в Fortnite поиграть. Включайте. И у вас все звуки будут в игре отключены. Вот видите, там написано. Все игровые звуки будут отключены в самом конце. Но! При этом у вас будет визуализация звуковых эффектов. Вам со всех сторон экрана будет показано эффектами, с какой стороны у вас противник. Поэтому, ребятки, вот. Если вы играете без звука, ну, серьезно, хочется поиграть в Fortnite, но нельзя вот со звуком. Уже поздно. Или что, у вас родные спят. Наушников нет. Даже, смотрите, если вы просто играете с телека, да? Со звуками с телека. Вам также... Ну, как вы будете определяться по звуку? У вас только звук с телека идет, допустим, да? С одной стороны, перед... Ну, напрямую на вас, да, идет звук. Вот. Можете включить эту функцию. Правда, вы будете без звука играть, но ориентироваться по визуализации. С какой стороны противник. Тупо звучит, знаю. Но вот просто как функция, я вам сказал. Там уже тестите сами. Если вам понадобится. Так, по поводу управления клавиатурой. Тут понятно. Тут ничего такого. Как бы тут, думаю, каждый разберется сам. ПКшники. Я на ПК не играю в Fortnite. Вот. По поводу, ребятки, бинда кнопок. Появились вот пользовательские настройки. Видосик уже есть. Можете в этом же плейлисте по гайдам все посмотреть. Если вам нравится прошлый опытный строитель, какие-то вот до конфигурации, то оставляйте их и не заморачивайтесь. Но я, опять же говорю, видосик есть. Можете глянуть, как сделать нормально теперь прыжок. При том, что вам не нужен будет никакой кастомный геймпад. Серьезно, вот как бы. Если вы задумались о кастомной геймпаде, забудьте нахрен. Просто вот посмотрите мой видос прошлый. И все поймете, что прыжок можно будет сделать на другую кнопку. Вообще любую сейчас кнопку можно сделать на другую. И удобно играть. Главное нормально подойти к этому процессу, а не так там одну кнопку перебинить. Короче, думаю, разберетесь. Вот. Данный учет на записи в конце здесь. Доступ к списку лидеров открытая. Это я не понял, что такое. Ну, она открыта, пускай будет открыта. Вот. Для совсем новичков. Возможно, ты сейчас новичок вообще. Только пришел в Fortnite и не знаешь, да? Купил себе какой-то скин. Ребятки, вот. Кто купил скины и не знает, как их вернуть, допустим, если они вам не понравились. Вот побегали вы, вам надоели. У вас есть три запроса, вы можете отправить, с помощью которых вы сможете вернуть какой-то из скинов. Вот. У меня уже, видите, осталось один из трех. Я уже два скина, получается, менял. Ну, в смысле, я их обратно возвращал. Вот. И у меня осталась только одна попытка. Если вы все три попытки израсходуете, все, у вас больше нету. Вы больше не можете вернуть ни один скин, ни одну эмоцию и прочее. Там вот то, что дается, ну, то, что можно купить, кастомизацию, да, получается. Вот. Поэтому тоже знайте об этой функции, кто не знал. Получать подарки от других игроков доступно уже давно, но я не понимаю, как дарить подарки. Может, я что-то недопонимаю. Я вроде слежу за фонтаном, хотел сказать, за фортнайтом, но, ребятки, об этой функции я еще не слышал. Поэтому такие дела, в общем. Тут вообще непонятно, как можно дарить подарки. Походу, когда-то введут такую функцию. А может, уже ввели. Если я все-таки не знаю, можете написать мне в комментариях. Ну, на этом вроде все по настройкам. Но сейчас, ребятки, я наглядно чисто покажу именно для тех, кто все-таки что-то еще недопонял. Я не считаю вас тупыми ни в коем случае. Просто, опять же, я люблю все разжевать, как надо. Все рассказать, чтобы прям, ну, все досконально было понятно. Поэтому вот. Те, кто понял, спасибо за просмотр. Надеюсь, я вам оказался полезен. Для тех, кто еще не понял, сейчас все покажу в песочнице. Вот. По поводу самых важных функций из настроек. Это недолго займет времени. Сейчас минутки две-три, может. Сейчас тут выйдет. Вот, видите, я беру, получается, дробовик. Он у нас сразу в первую позицию встает, да? Ничего не изменилось. Сейчас, смотрите, насчет расходников. Сейчас мы высадимся. Ребятки, я уже какой раз у вас прошу прощения, серьезно, что так ужасно записал. Ну, в плане голоса. Реально. Можете меня поругать в комментариях, если вы действительно это смотрели. То, что запинаясь и прочее. Ну, блин, я не знаю. У меня уже в горле пересохло. Но надо поскорее снять видос, так как, ну, кто-то, видимо, не знает про функции важные. Хочется людям помочь. Опять же, кто-то может подумать, то, что, блин, капец, ты видосы записываешь. Там, не знаю, можно со склейкой, все. Но я, ребятки, так не записываю, потому что нормального оборудования у меня нет, чтобы нормально монтировать видосы. Поэтому я записываю просто подкастом. Вот. Смотрите. Ладно, пошлите. Сейчас сундук найдем. Вот, я уже вижу там сундук. Сейчас мы возьмем с вами сундучело. Смотрите. Открываем сундук. Так, у нас взялись, получается, резы. Так. Блин, у нас нету, получается, здесь этой. Ну, ладно, берем просто оружие. Оно ставится в первую. Ставим, ну, берем С4. Оно ставится тоже, получается, сразу во вторую. Сейчас мы найдем расходник какой-нибудь. Банку или что-то. А, кстати, вот, наверное, вот тут вот будет. Два сундука. Так. Вот эту берем. Она тоже ставится в третью. Окей. Где расходник? Вот, расходник, ребятки. Смотрите, наконец-то дождались. Смотрите, я сейчас все вот это убираю, да? Чтоб вам все было понятно. Ну, пускай С4 будет. Малое защитное зелье берем. Бац. И оно ставится в последнюю. Это при том, если вы включите вот эту вот, не забывайте, вот здесь вот функцию. Авторазмещение расходованных предметов. Включить обязательно надо. И применить. Вот. По поводу автобега. Смотрите. Вообще вот. Постоянный бег, чтоб, да, работал у вас. Он у меня сейчас включен. Если он отключен у вас, то вот. Вы просто передвигаетесь стиком, он у вас только ходит. И вам нужно на L3 постоянно нажимать. Но у меня сейчас перебиндено на прыжок на L3. Вот. Он у вас начнет бежать. Чтоб вам постоянно вот эту кнопку не нажимать. У вас уже палец болит, да, допустим. Но, ребятки, прыжок, к сожалению, все равно придется, если вы перебиндите. Потому что это самый, мне кажется, удобный вариант. Вот. Включаете вот этот. Автоматический бег, да, а спринт по умолчанию точнее. И все. Вот он теперь у вас бегает. И вы можете на L3 бегать. Если перебиндите кнопки, как я объяснял в прошлом видосе. Такие дела вот, друзья. Что еще? Вроде тут по функциям, по остальным, ну, вроде ничего такого больше нету уж прям. Помощь прицеливания. Это я рассказал, в принципе. Ну, все, я думаю. Автоматический бег. Ну, тут все, вам тоже понятно. Автооткрывание дверей. В принципе, вот, ребят. Как бы такая вот тема. Надеюсь, я вам оказался действительно полезным. Надеюсь, теперь вы со всеми настройками разобрались. Вроде как я нигде такого видоса не видел, чтобы именно все по настройкам досконально кто-то объяснял. И, соответственно, из-за этого, ну, кто-то не знает, вообще, как тут дела в настройках обстоят. Какие функции есть для удобства, опять же, для вашей игры. Вот. Поэтому, надеюсь, оказался полезным еще раз. Спасибо за просмотр. Надеюсь на твой лайк, на подписку. У нас стримы каждый день. Fortnite тоже очень часто стримим. Правда, игрок из меня, ну, такой себе. Но все равно буду ждать, на всякий случай, тебя на канале. Поэтому всем спасибо еще раз. И пока-пока, друзья. Если что, пишите в комментариях, если какие-то еще вопросы появятся. Надо будет вам. Я попробую записать еще какое-нибудь видео, если действительно будет много вопросов. Давайте, жду в комментариях ваших сообщений. Пока-пока всем.